Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Меня зовут Татьяна и я рада вас приветствовать в гостях на моем канале. Сегодня в этом видеоролике я покажу вам свои петахаи, петаи или драконий глаз, как называется это растение. Один год и десять месяцев тому назад я посеяла семена этого замечательного растения, драконьего фрукта, который мне прислала зрительница моего канала Ольга. Ольга, если меня смотрит, передаю большой привет и делюсь сегодня выращиванием своих петахаи. Можно сказать, прошло практически два года с момента посева и это уже будет третий видеоролик об этих удивительных растениях. Скажу сразу, что большого внимания выращиванию этих растений я не уделяла. Они росли на самообеспечении, если только что время от времени я вспоминала про них и поливала. Это все, что касается ухода. Ну и естественно освещение. Росли они на стеллаже под лампами искусственного освещения и в течение 12-14 часов в сутки у них был световой период. Вот так вот и выращивались эти растения. Скажу вам, что растут они, несмотря на то, что информация о росте петахаи гласит о том, что расти они могут до 5 сантиметров в месяц довольно-таки стремительно. То, как видите, за практически два года в моих условиях эти петахаи не превратились в огромных гигантов. Несмотря на то, что они вот такими выглядят шипастыми и колючими, на самом деле колючки у них очень мягкие и приятные. Можно их вот так поглаживать. И те, кто со мной на канале довольно-таки давно, с момента посева этих растений, то наверняка помните, что сеяла я семена из двух фруктов, красного и желтого. Ну а потом, в процессе, когда семена взошли, я забыла промаркировать емкость, в которой были высеяны семена петахаи. И потеряла, с какой стороны были посеяны какие. Так они у меня и продолжают расти. И вот, по-моему, в этой миске остались какие-то то ли желтые, то ли красные, в общем, непонятно. И вот так вот они не очень спешно развиваются, не особо прибавляют в росте. Сантиметров по 10, по 15 выросли. И это для них и то хороший такой итог. Сегодня в этом видео я хочу отделить самых выдающихся гигантов и сделать одиночную посадку. Вот из этого общежития переселить в персональную квартиру. Ну и, конечно же, были те, кого я отсаживала уже из этого общежития. И вот они здесь у меня растут и развиваются вот таким вот образом. Выжили, конечно же, не все. И вот хочу показать такие печальные стаканчики, где вот кто-то пытается пыжиться. Кстати, они прекрасно черенкуются, оказывается. Вот здесь я думала, что он совсем помер. Остался небольшой фрагмент от стебля. И вот от него пошел малыш. Так что, если вы смотрели предыдущий видеоролик о пересадке эпифитного кактуса эпифилума, то предполагаю, что и эпитахая, ровно так же, как и эпифилум, можно размножить небольшими фрагментами стебля. И вот здесь у меня совсем прям такие гиганты-гиганты выросли, если можно так выразиться. И вот они здесь сейчас. Вот они эпифитные их корни, которые, на первый взгляд, кажутся одревесневшими, но при благоприятных условиях на них тут же появляются зеленые кончики, и корни вновь впускаются в рост, ветвясь, словно мангровые деревья. Корни мангровых деревьев. Вот такая вот красота. Вот так вот выглядят мои питаи-питахаи, драконьи глаза. Вот. В общем-то, сегодня я буду использовать тот же самый грунт, что я составляла и для эпифилума. И вот сегодня несколько растений хочу сделать пересадку. Ну, а вам покажу на примере одного растения. Зафиксируем сегодня этот факт. И, в общем-то, будем наслаждаться просмотром видеоролика. Всем приятного просмотра. Ну, а я приступаю, и мне не терпится посмотреть на корневую систему. Самый мощный питахаи, потому как здесь через стенки вот этого горшочка ее не видно. Для тех, кто зашел на канал впервые, сразу же хочу пояснить, что проживаем мы в условиях Владимирской области. И я много просмотрела видеороликов с более южных регионов, где также авторы выращивают это растение. И развивается она у них гораздо быстрее и лучше. Но выращивается в основном в условиях улицы. Ну, у меня свой опыт, и я делюсь своим опытом. Так, ну что ж, хочу немножечко распутать стебли. Этот кактус сейчас выращивается в промышленных масштабах для того, чтобы радовать нас этими замечательными фруктами. Вот такой экземпляр. Сегодня мы с вами его и будем пересаживать. Это самый развитый. Скажу, что я его не прищипывала. Вот, сам он таким образом развился. Будет такой красавчик. Была у меня мысль посадить несколько штук в один горшочек, сразу чтобы было попышней. Но думаю, что я погорячилась в своих мыслях и желаниях. Поэтому не буду этого делать. И буду выращивать единоличника. Для его пересадки буду использовать вот такой горшок. Я не знаю, какой объем у него, но думаю, что не более 200 миллилитров. Также буду использовать вот такой составной грунт, из чего он здесь состоит. Можно посмотреть в предыдущем видеоролике про пересадку эпифилума ангулигера. Немножко добавлю грунта. Наконец-то дам питательных веществ в виде гранул пролонгированного действия, удобрения под названием осмокот, действием на 7-9 месяцев. Ну и вот это растение. Сегодня они у меня тоже были обезвожены. Вот перед съемкой видеоролика я как следует их полила. И сейчас еще и сделаю пересадку для этого. Прям-таки праздник у него сегодня. Ну и как я сказала, корней у него не видно незаметно никаких, нигде. Поэтому вот я его сейчас посажу, постараюсь углубить по самые семидольные листочки. Попытаюсь ему обеспечить больше внимания. Ну и соответственно понаблюдать, как он будет отзываться на мое внимание. Продолжение следует... Вот таким образом сделала я посадочку. Еще также дам ему кашпо вот такое белое. Ну и также хочу смыть с него двухгодичную пыль, которая возможно на нем накопилась. Немножечко его освежить. И таким образом отправить на содержание в цветочную комнату. Вот такой красавец у меня получился. Чистый, пересаженный. И надеюсь, что ему здесь очень понравится. Выделила ему место под солнцем. Такое самое козырное. И надеюсь, что начнет развиваться быстрее. Ну а о том, как все это будет происходить, обязательно буду делиться с вами в своих видеороликах. Ну а на этом все. Благодарю вас за просмотр. С вами была Татьяна. До новых добрых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok